здравствуйте друзья сегодня хочу поговорить с вами о том без чего невозможно построить нормальные отношения то есть в любых отношениях если этой вещи нет если нет этого умения этого навыка то отношения не получится и так о чем я говорю я говорю об умении договариваться нужно понимать что мужчина и женщина родитель и ребенок подчиненный и начальник какие бы систему взаимоотношений мы не строили мы строим взаимоотношения между двумя разными людьми с разными желаниями стремлениями чертами характера и так далее и сложности всегда есть то есть не бывает такого что два человека живут душа в душу и все у них замечательно это это обманчивое впечатление которое у нас возникает из-за того что у нас есть ну вот мужчина и женщина есть период влюбленности да когда мы ничего не замечаем и нам ничего не мешает но он проходит ну и плюс к этому там фильмы книги так далее которые нас пытаются убедить что это и есть настоящая любовь но к сожалению или к счастью не знаю это не так всегда есть те моменты которые нас не устраивают друг друге есть моменты которые нам не нравятся есть моменты которые нам мешают и если мне что-то мешает то моя жена не может об этом догадаться если я ей об этом не скажу если ей что-то мешает то я об этом не могу знать пока она мне это не скажет и То есть умение ссориться, как будто бы, умение предъявлять претензии, это очень-очень важный навык, который может, в принципе, решить любую проблему. То есть какой бы сложной проблема ни была, если два человека действуют как взрослые, и один может объяснить то, что он хочет, то, что ему мешает, то, что ему не нравится, не используя при этом обвинения, угрозы, обиды и так далее, а объяснить спокойно, по-взрослому, как будто это список для магазина, что нужно купить. Вот есть такая-то, такая-то проблема, мне это мешает потому-то и тому-то, давай подумаем над решениями. И второй человек должен уметь это принять точно так же, понять, что если моего партнера, партнершу что-то во мне не устраиваем, то в этом нет никакой проблемы, это не значит, что я плохой, это не значит, что со мной что-то не так, это всего-навсего значит, что у нас здесь есть некая задача, которую нам нужно вместе решить. Если два человека могут работать над одной задачей, то есть могут эту задачу объяснить с одной стороны, с другой стороны ее принять, то любую проблему, практически любую проблему можно решить. если этого умения нет это то что происходит в очень многих семьях есть ожидание того что или второй человек поймет сам догадается или же есть такая сказка да что ну если если он не понимает что мне это нужно значит он не любит меня на самом деле да если бы я и был важен она бы понимала сама бы догадалась что это нужно так и так сделать окей вот эта сказка она рушит отношения умение договориться умение объяснить что нам не нравится что мы хотим она очень важно не только в семейных отношениях да ну не только между мужчиной женщина также важно в нашем наших отношениях с детьми когда мы хотим что-то ребенку сказать ребенок ведет себя неправильно видео ребенок делать какие-то неправильные вещи это нормально даже если то вещи какие-то ужасные там скажем да ребенок украл из магазина шоколадку это тоже не конец света если мы не устроим из этого конец света если мы можем сесть ребенком и объяснить ему что такое хорошо что такое плохо почему этого делать не стоит даже если он делает уже несколько раз ему еще несколько мужу несколько раз ему объясняли все равно нужно с ним разговаривать нужно ему объяснять как взрослому человеку нужно понять в чем его проблема почему он так поступает, да, то есть и свои мысли озвучить, и услышать его, и тогда мы найдем решение проблемы, ну, скажем так, у нас есть шанс найти решение проблемы, если же мы пытаемся решать проблемы через скандалы, угрозы, устрашения и так далее, мы не решаем проблему, мы просто заметаем ее под ковер и это то, что мы можем видеть и в отношениях между детьми, родителями и в отношениях между в семье, да, то есть живет семья вроде как все нормально, более-менее все нормально, проходит год-два, десять-двадцать оп, в какой-то момент они разводятся да, семья распадается, не очень понятно вообще почему а дело в том, что если нет нормального разговора, то есть нет этого диалога, нет этого умения то у каждой стороны накапливается некий негатив, да, то есть человек может как бы уступить, может простить один раз, десять раз, сто раз но есть предел у вот этого подхода идти на компромисс очень важно идти на компромисс но у него тоже есть предел вот эти компромиссы, они в душе накапливаются как как некий долг, да и они влияют на наши взаимоотношения на компромиссы идти очень важно, я хочу подчеркнуть эту мысль очень важно идти на компромисс но компромисс тоже должен быть проговоренный, он тоже должен быть объяснен что окей меня это не устраивает но поскольку для тебя это важно я это сделаю и второй стороной он должен быть принят да я понимаю что тебе этого не хочется это идет что ради меня я это понимаю принимаю только тогда когда мы умеем рассказать о том что нам не нравится не обидев при этом другого человека только тогда когда мы умеем услышать что второму чеку не нравится в нас его не устраивает при этом не обидевшись не привести не переведя это на какой-то детский уровень да там я с тобой не буду разговаривать если если тебе не нравится как я что-то делаю то я с тобой не буду разговаривать только так мы можем построить здоровые отношения между в паре и здоровые отношения с ребенком которым мы можем взаимодействовать мы можем ему объяснить он может объяснить нам что не нравится ему это не значит что мы будем это делать или не делать это принципиально разные вещи между пониманием и действиями но каждый в взаимоотношениях понимает что если ему что-то мешает он может озвучить что ему не нравится и он не будет за это как бы оплеван наказан или будут какие-то эмоциональные санкции это самый важный навык который есть в взаимоотношениях я очень прошу вас уделите этому внимание попробуйте разобраться как это происходит в ваших отношениях на данный момент и что можно в этом плане улучшить удачи